Продолжение следует... Что ищут, что шукают и находят ли искомое? Ты знаешь, в общем, РБК от Вернова подметил и многие отметили. В общем, прокурор нашли во многих местах пыль. У нас пыльно было на полках, у нас это тоже заметили. В общем-то, сейчас пытаются рассказать, что есть какой-то сговор. Но вообще, я вчера придумал анекдот про Штирлица. Значит, Штирлиц посмотрел на градусник, Цельсий подумал Штирлиц. Ангина, дебил, сказал ему врач. Потому что мы все время проверяем последнюю точку. Мы проверяем вот это, как обычно, градусник. Розничная торговля не торгует товаром. Вот совсем, абсолютно, ни при каких обстоятельствах. Ну вот потому что с тем же успехом можно сказать, что розничная торговля торгует холодом в холодильниках, чистотой в магазинах, местоположением, построенным объектом. Наличием или отсутствием пыли. Ну и далее по списку, да. Потому что, да, безусловно, товар является важной составляющей. Но если не будет холода, не будет открыт магазин, то, в общем, ничего вы там не купите. Поэтому розничная торговля – это услуга. Поэтому вот до тех пор, пока вот этот, извините, экономический мракобесий не будет, не знаю, чем ее выжигать из сознания там сверху донизу, вот до тех пор пока не будет. Объясни мне нашим слушателям, что имеет в виду Дмитрий Потаменко под экономическим мракобесием. Экономическая мракобесия возникает в том случае, когда употребляется слово «наценка». Вот я вот это, когда слышу, меня начинает медленно потряхивать. Вроде как три высших образования получил, два в области экономики, и пытаюсь сказать, ребята, вот один раз просто давайте найдем какое-нибудь некое сообщество ученых, которые объяснят, что такое наценка. Потому что, когда мы говорим, что есть там, условно говоря, вот традиционно, колбаса у производителя сторона... Есть же еще понятие «предельная на цену». Ну, это да, хоть триста раз, да. Значит, колбаса у производителя сторона в магазине 300, эти сволочи там 200 процентов, на эти 200 процентов и живут. Хочется сказать, не вопрос. Берем стаканчик воды, не будем... Собственно, из студии «Серебряного дождя», да? Да, из студии «Серебряного дождя», и вот наполняем его в кулере. Вот здесь он там стоит... Мне обошелся бы ноль рублей. Не вопрос. А теперь говорим, Дмитрий, будьте любезны, пожалуйста, доезжайте до Сахары, и этот стаканчик воды тоже там, соответственно, продайте. Значит, вот этот стаканчик воды превратится в мою работу, в перелет, в упаковку, чтобы это все не искисло. И далее по списку. Стакан воды останется тот же. И вот, исходя из этого мракобесия, мы будем говорить, «Э, Дмитрий Валерьевич, а что это у вас там тысяча рублей стал стоить стакан воды? Вы же его за ноль купили-то, за ноль!» Мы вам его практически на халяву предоставили. Да, вы же отдали его в «Серебряном дожде-то». Нет, нет, милые мои хорошие. Так вот, да, безусловно, плата за товар – это важная издержка, и с ней лучше всего борется как раз сетевой ритейл, потому что есть кванты поставок, так называемое слово, которое почему-то до сих пор никто не употребляет. Квант поставки – это то, что приходит от производителя, и меньше разбить невозможно. Там 6, 12 и далее везде. Соответственно, есть услуги, которые ритейл накапливает, да. И эти услуги, да, вот я уже говорил уже не один раз, это повторюсь, что в открытии магазинов в России в 4 раза дороже, чем магазинов в Чехии. И поэтому у нас товары… В 4? В 4. Ровно в 4 раза. Вот прямо вот… Из собственного опыта знаешь. Да, ну по собственной шкуре как-то там и там это делающие. Вот, поэтому когда, опять-таки, здесь у нас 34 контролирующих органа, 600 подзаконных актов, проверки, о которых ты говоришь, ну, когда это все началось, ну, все сначала… Нет, так это же они на каждом углу сообщают, что они к вам пришли. Да. А ты понимаешь, дело в том, что… И отчитываются, что нашли такие? Да найдут обязательно. Даже не как бы… Сговор. Обязательно найдут. Барыги сговорились со спекулянтами. Со спекулянтами. Потому что за действия безумные, бездумные и преступные экономического блока правительства, причем всего сверху донизу, кто-то должен понести ответственность. Это либо должен быть какой-нибудь оппозиционер, либо товарищ Обама, который точно не при делах, либо обязательно нужен внутренний враг. Схематика за последние сто лет не менялась никак. Нам обязательно нужно найти врага. Ритейлеры – хороший объект. А, слушай, вот когда я там называю себя барыгой спекулянта, согласитесь, это же классика жанра. Такой хорошей девочкой отец барыга спекулянт. То бишь мы вот эту всю логику, а про рестораны что мы говорим? У нас халдей там он к тебе подходит, там, понимаешь, половой там как-то, как угодно. То бишь вот эту услугу очень сложную, которую, кстати, мы… Вот ты попробуй сейчас людей нанять на работу. Просто не пойдут, потому что отношения к одной из ключевых, в общем-то, другого вот ничего не существует. Вот простите, вот там мы… Я даже в сказке вам напомню. Простите, у нас все герои, они худели с купцами куда-то. Купцы сначала налаживали какие-то там взаимоотношения там с каким-то хазарским ханством, и там какой-нибудь тын-тры-дын-тры-дын, какой-нибудь богатырь. Ай, с купцами я схожу. Так минуточку, слышь, богатырь, расслабься, родной. Там уж, извините, уже на подсказке-то, купцы-то все наладили. Че поперсти? Кому-то голову отрубать. Так может, ты с купцами че поговоришь? Они уже там уже… У них там уже представительство, может, есть. Может, там, если тебе нужно виндетту устроить, может, ты просто купцам скажешь, пацаны, там надо вот этого завалить, птицу сирин оттуда забрать и сюдыть привестить. Может, и богатыря-то не было бы, собственно говоря, если просто экономическими методами, а без вот этого. Рубашку на распашку, и, собственно говоря, ложимся на амбразуру, и зато… Но зато честь и почем. Но зато сообщают о том, что вот ты и твои коллеги увеличили там цену в 600… 654%. Да-да-да-да. Знаешь, какая благодатная почва. Вообще идеально. Зерновые взойдут. Конечно. А сейчас самое время сейчас вести там так называемый… Сейчас принять закон о фиксированных наценках, потому что у нас думцы, сейчас это будет как бабки не ходи, установить фиксированные типа наценки, потому что тут думцы порывались, и наценки установить, и по предельной цены. Не вопрос. Раз у нас… А поскольку у нас сограждане забывают, что строительство государства российского – это наша с вами обязанность, власть в России вообще-то так принадлежит по конституции народу. А менеджеры, которые… Более того, народ – источник власти. Абсолютно. Это в соответствии с конституцией. И когда мы говорим, вот пришел представитель власти, я говорю, э, щелкни у себя в голове и выжги у себя на пятой точке. Ты, власть в этом государстве, это менеджер, которого ты нанял, как джамшуда при строительстве своего котлована, которого ты говоришь, милый джамшуд, подойди-ка сюда. Значит так, вот здесь копаем отсюда до забора, 6 метров глубиной. Да, безусловно, надо приходить и проверять, как он копает. И вот тебе 10 рублей. Вот до тех пор, пока не будет понимания, что помимо работы, мой милый, дорогой россиянин, есть ответственность, твоя личная, персональная, ни Потапенко, ни вот этого джамшуда, которого ты нанял, в строительстве государства российского ничего происходить не будет. 100 лет слово ответственность… У нас поколение уже меняется, а слово ответственность не возникает ни на каком уровне. Ни на нижнем, ни на верхнем. Ну то, о чем мы с тобой сейчас за эфиром обсудили, мое возмущение вокруг Роснефти. Но я, Дим, я правда негодую. Понятно. Но такой наглости привлекать триллион рублей, обрушать российскую национальную валюту и не нести ответственность за ту долговую нагрузку, которую ты нагрузил, создал в своей же компании, где купил в августе прошлого года акции на 3 миллиарда 200 миллионов, якобы на заемные средства продав квартиру. Юрочка, а напомню тебе, а ты знаешь, какой объем поддержки сельского хозяйства подписан нашим светочем Дмитрием Анатольевичем? 50 миллиардов. То есть на всю отрасль, на всю отрасль сельского хозяйства, которое, типа, должно импортозаместить что-то. И накормить. И накормить, и напоить. 50 миллиардов. А вот эти ребята с зажигалкой, триллионы, триллионы, гуляй. А там еще, по-моему, 3 было что-то такое под 3 триллиона. Но он просил. Да, он просил, но не дали. Ну ему, типа, отказали. Он с другого хода пошел. Правильно, не дали 3, дали 1. А вся отрасль сельского хозяйства 50 миллиардов. И поэтому, собственно говоря, откуда же в попе алмазы-то практически? И поэтому разговор о том, что импортозамещение, там цены растут. Да не трогают их ваши цены. Это показательные выступления. Главное сейчас найти виновного, что называется, возбудить пару уголовных дел, депутатам отчитаться, что они ввели два замечательных закона, массовые проверки, и все будет хорошо. А бизнес-то останется? Нет, бизнес, конечно, послушай. Я напомню. А что сейчас в бизнесе? Вот внутри расскажи. Среди твоих, у тебя, ты же каждый день общаешься. Как они из магазинов не выезжают, что называется. Так вот, я тебе просто напомню. Есть рынок, который мы уже так грохнули. Не мы, вернее, а они. Это называется аптечный фарм-рынок. Значит, у нас есть так называемые жизненно необходимые лекарства. Да. И на них установлены фиксированные цены. К чему это привело в момент этого... По постановлению Кабмина. По постановлению, да. И вот там все идет. Это привело к тому, что мелкая розница вообще. То есть палаточки, аптечные киоски просто схлынули, потому что они не смогли торговать вот жизненно, то есть наиболее оборачиваемые товары по такой цене. Производство этого всего не увеличивается, потому что невыгодно производить это. А вот дженериков на эту тему производится в ОС и Телега. Я тут недавно выступал на одной конфе, как раз меня попросили выступить на аптечной фарм-конфе. Так вот... То есть вроде как не твоя тема? Не моя тема, да, абсолютно. И я общался. И что мне понравилось, наши отечественные производители, присутствовал представитель Минздрав соцразвития, они вот в открытую просто костерят его. При этом сделать они физически ничего не могут, потому что на фоне всех абсолютно импортозамещения по лекарствам, мы помним, что надо закупить, то есть я пятое-десятое, простите, 80% фарм-рынка принадлежит транснационалам. Такая же абсолютная ситуация прямо до запятой. Призывы одно, а извините, 70-80% перерабатывающей промышленности принадлежит транснационалам в пищевке. И поэтому, когда я там читаю в Фейсбуке, у себя там ВКонтакте, или еще люди говорят, ну вот же нам сказали с экранов телевизоров, что импортозамещение, это вы, предприниматели сволочи, не хотите под это ложиться? Да, именно российских предпринимателей. Так, пары, спекулянтов и торговые сети. Вы отказываетесь? Вы отказываетесь работать с отечественными товаропроизводителями? Мы однозначно отказываемся. Только забываем рассказать, а где этот отечественный товар? Что от него осталось? Когда мы рассказываем, опять-таки, сказки, вот мы этим себе обеспечим, ну вернее, не мы, а, понимаете, вот когда политик врет, я к нему особых претензий предъявить не могу. Профессия такая. У него работа такая. И проблема не в политике, которая врет, а проблема в тебе. Ты, дебил, извини за прямое слово, ты сидишь, ты это хаваешь, и ты потом хлопаешь, там, браво, там, что называется, все стоят, скандируют, Ленин, партия, комсомол. Все, у меня вопросы... Нет, сейчас лозуги поменялись. Ну, там, я понимаю, что пару букв переставили, да, я понимаю. Но бурный продолжительный аплодисмент, переходящий в овацию. Замечательно. Вот, видишь, собственно говоря... Так мы-то с тобой из той эпохи вышли. Да, из той эпохи. Мы это помним еще. Мы помним, там, да, речи Леонида Ильича прерывались, по-моему, за полчаса, 19 раз с бурными продолжительными аплодисментами. Все прекрасно, вопросов нет. Раз ты аплодируешь, раз ты понял, тебе объяснили, что надо еще раз чуть-чуть попочку поприжать и два года потерпеть, а потом-то все будет хорошо. Я это скажу, родной, все, ты свободен. Ты не строишь государство российское. Ты все время говоришь, что ты про патриотизм. Патриотизм — это строительство, это тяжелая работа после работы. Вот, условно говоря, Юр, ты прекрасно знаешь, я не журналист, я достаточно косноязычен, но после своей работы я прихожу на радио и веду две программы. Именно потому, что в свое время, да, и у меня есть это в Фейсбуке, ВКонтакте я написал, да, товарищ предприниматель, вы считаете, что нас СМИ неверно отражают? Сволочи, оторвите задницу, товарищ предприниматель. Я сказал это своим коллегам. Написал это официально, что называется, оторвите задницу, идите, делайте. Вот как раз о предпринимателе. Вот скажи мне, насколько эта сила может отстаивать свои интересы в нынешнем условии? То есть есть же куча разных, там деловая Россия, опора России, каких только структур, ассоциаций, союзов не существует. Это все математическое погрешение. А почему вот лоббистки, в общем-то, возможности этого класса, они отсутствуют? Отсутствуют. Почему? Потому что... Каждый думает в отдельности, как-то вот пробежит мимо. Нет, проблема не в том, что отсутствует. Это всегда было, есть и будет. Значит, надо понимать, что в картельном сговоре выигрывает первым тот, кто нарушит правила картельного сговора. Это общее правило. Значит, проблема заключается в том, что даже если объединить все эти сообщества предпринимателей до кучи, количество предпринимателей, это знаешь, как это... Я всегда говорю, предприниматели — это математическая погрешность в экономике России. Все. Нет нас физически, нас забудьте. Основная масса народонаселения у нас трудится в госструктурах. И, собственно говоря, им на рубль 10, где там дали больше, они будут повстоевать, скандировать и будут молчать. Ну, кстати, Греф замечает, что если не будут предприняты реальные... Назови это либерализацией экономической, не называй это реформой, назови их хоть как, да? Но если это не будет предпринято, я думаю, ты слышал его заявление, очень жесткое на Гайдаровском форуме, то через год мы получим одно государство и одну большую государственную экономику. И тогда ты будешь прав. Предприниматели — это экономическая погрешность. Это математическая погрешность. И не более того. Математическая погрешность в российской экономике. Да, абсолютно. Поэтому еще раз говорю. А почему тогда инстинкт самосохранения у тех, кто имеет свои активы и свои бизнесы, не срабатывает? Они на что тогда рассчитывают? Они фактически... Большая часть все ныкаются, потому что, понимаешь, когда у тебя есть хоть какой-то механизм взаимодействия, при всем уважении ко всем ассоциациям. Я регулярно являюсь экспертом всех ассоциаций. То есть я могу в них войти или не войти, потому что, ну, там, при принципе... Я еще раз говорю. Когда надо будет сделать дело, я войду в любую ассоциацию. Вот, ну, только сделать, а не потрындеть. Потрындеть я вот могу сейчас без халявы приехать на любой форум. Надо что-то там, грубо говоря, сказать, выступить экспертом. Не вопрос. Когда руками делать, если вот ассоциация... Это другое. Это из другой оперы. Я войду, там, буду у вас президентом, председателем, кем угодно, и даже буду чернорабочим, если для этого будет нужно. Ну, вот позволь все-таки вернуться к ценообразованию, да, то, что сейчас... Я тебе за эфиром рассказал о своих впечатлениях от похода в супермаркет. Юрочка, я сам как-то хожу. За два флакона молока... А, вот, кстати... Я сам хожу, сам в ужасе. Вот ты занимаешься торгом, а ты предприниматель. Юр, я не только предприниматель. Мне свои магазины, да? Я в Ашане закупаюсь регулярно. И ты тоже в ужасе. Юр, ну, реально. Смотри, сыр российский, 620 рублей. Кабачки весовые. Турция, 369 рублей. Главное, обрати внимание, сыр российский. Да-да-да-да. Рыбка. Рыбка, семга, слабосоленая, 539-519 рублей. Баклажаны. Баклажан, Дим, килограмм, 434 рубля. Юрочка, это номера телефонов. Вот, подожди. Это то, что близко каждому из нас, потому что мы люди русские. Хамон, надеюсь. Ну, я так. Мы люди русские, конечно, хамон, да. Картофель для жарки, 290 рублей. Нормально. Вот это сводка обычного крупного торговой сети, большого магазина, который, в общем-то, всегда до вот этих всех санкций, антисанкций и объявления курса осажденной крепости, за что я готов прибить всех, кто принял это решение, были разные дисконтные акции. Торговые сети могли себе позволить снижать цены. Я помню, у меня рядом с домом открылся магазин, тебе за эфиром скажу, очень качество, очень хорошее. Дим, это небо и земля. То есть до санкций. Это гигантский выбор овощей и фруктов. Чего там только не было. Причем, ребята, дисконтировали. Реально, каждую неделю объявляли акции, там снижали и так далее. Сейчас даже они, они уже ничего не могут делать. 5-6 наименований товаров, скорее всего, Максимум. Ну и все. Ну вот объясни мне, что это. Юрочка. За все надо платить? Раз мы, еще раз говорю, раз наши правители подписали это преступное эмбарго против зарубежных производителей, тем самым снися абсолютно напрочь конкуренцию и усложнив, и рассказав всем сказку, что мы сейчас вот сделаем импортозамещение, яблочки у нас прямо, знаете, вот яблони почему-то там до товарного вида растет 7 лет, а у нас раз и за год мы все заместим. Прямо уж. Там, понимаешь, нету позиции, которая в России, вот для того, чтобы прежде чем подписывать вот этот указ, да, это указ 7-8, я никто не замечал указ, когда подписан 7-8, я напомню аналогию. Указ 7-8 начальничек шьешь, и Глеб Жеглог говорит, указ от 7 августа. Слушай, вот действительно, Юрочка, указ 7-8 шьешь начальничек-то. И указ 7-8, который ты, как говорится, от 7 августа, так что параллели прямо до запятой. Так вот указ, который 7-8 шьет начальничек, он еще раз говорю, прежде чем подписывать и вносить какие-то коды ТНВД в этот указ, сначала надо было понять, а что мы из этого реально можем заместить. От того, что мы сейчас, вот ты там говоришь, там лосось, от того, что Норвеги, которые никогда не присоединялись к санкции, они только объявили, что возможно там бла-бла-бла, до того, как мы им там по мордам дадим, возможно они присоединятся к санкции. Мы что сделали, лосось нафиг, все, от винта. Ну или, естественно, компания Русское море, принадлежащая почему-то господину Воробьеву. Ну это совпадение. Это совпадение, случайное, случайное совпадение практически тут же поднимает цены и она практически монополизирует рынок. А я поясню для наших слушателей, господин Воробьев, это отец нынешнего губернатора Московской области. Это уже... Нет, к вопросу, что это не губернаторская Это совпадение, Юра, это совпадение. У нас жены отдельных чиновников очень успешный бизнес в уме... Да какая Батурина? По сравнению с Шуваловой она отдыхает уже. Ну в общем, неважно, вот когда... Ведь народ, что у нас? Понимаешь, у меня претензий к Воробьеву нет. Пойми правильно, какая к нему претензия? У меня к Шувалову нет. Потому что у него замок в Австрии и вилла в Италии, нормально. Еще раз говорю, претензий к людям нет. Еще раз говорю, народ, что говорит, мы затянем пояса, я уже... Давай почитаем прямо, ретроспективно. Мы затянем пояса, набьем морду пиндосом, гейропи там что-то наковыряем и главное, что мы победим. Все. Кого ты собрался побеждать в своем холодильнике? Кого родной? Вот условно говоря, я своим детям показал Чешское Рождество. Так. Мы были в стандартном захудалом глобусе. Глобус у нас тоже есть в России. Но выбор товара там, простите, в разы выше, Чехия. Чехия. Чехия это 10 миллионов. У нас Москва вся 15. Это Чехия 10. Туда товар, в общем-то... Да, там есть пропаганда отечественного производителя, причем сразу могу сказать, Кока-Кола тоже стоит под брендом с флажком Чехии. То есть есть гордость за то, что на территории Чехии что-то производится. Но, простите, вот мы этот выбор сами себе урезали. Ты говоришь, там 5-6 овощей. Мы кому морду набили? Мы рассказываем, что мы кому-то что-то сделали? Привожу конкретные цифры. Они есть в открытом доступе, просто их тут же уже замылили. Значит, общий объем экспорта Евросоюза 120 миллиардов евро. Мы типа набили морду 8 и 9 миллиардов. Хорошо, 10, 10. Это в районе 8%. Общая поддержка сельского хозяйства там, за рубежом, 45 миллиардов евро. Ну вот, Юрочка, представим, что у тебя 8% не там от зарплаты отобрали. Ну ты бы сказал, сволочь, конечно, вы. Но я... Но погундел бы. Погундел бы обязательно. Но как-нибудь справлюсь. На что был расчет? На расчет был очень дешевый и бестолковый, что вот этот производитель, увидев эти акции, там санкции, так называемые, поедет к Брюсселю, вывалит туда там картоплю и пойдет вилами свергать чиновника. Фигня все это. Мои милые други, вы просто даже не представляете логику сельского производителя за рубежом. Вот об этой логике мы поговорим буквально через пару-тройку минут. Продолжим наш диалог в антикризисной программе «Что делать под серебряным дождем» с известным российским ритейлером Дмитрием Потапенко. Ваши вопросы, комментарии, мнения на плюс семь, девятьсот три, семьсот девяносто семь, шестьдесят три, тридцать три. Это «Серебряный дождь». Специальный антикризисный проект Юрия Пронько «Что делать?» Одиннадцать часов тридцать пять минут. Это «Серебряный дождь». Меня зовут Юрий Пронько. Приветствую тех, кто в эти минуты присоединился к многомиллионной аудитории «Серебряного дождя». Плюс семь девятьсот три, семьсот девяносто семь, шестьдесят три, три, смс-портал. Пишите, звоните в прямой эфир семьсот тридцать стоя один, код москвы четыре девять пять, сильвер.ру, официальный сайт наш в интернете. Напротив меня Дмитрий Потапенко, известный российский ритейлер, управляющий партнер компании Management Development Group. Мы остановились на психологии и вообще мироощущении западных товаропроизводителей, которых мы пытались своими антисанкциями или санкциями, уж я не знаю, что это было, но нечто произошло, воспитать. И я очень хорошо помню, как пропаганда российская, вот эти государственные пропагандистские каналы говорили, ну вот сейчас тем политикам, которые приняли такие решения антироссийские, им придет кирдык. Ну, сразу, да, вот я немножко отмотаю, поскольку может кто-то сейчас только присоединился. Во-первых, в строках я не припомню никаких антироссийских санкций. Ну, вот так вот случилось, я не отношусь к чиновникам, я думаю, что 145 миллионов даже с присоединенным Крымом не чиновники. Ну, так случилось. И поэтому, когда чиновникам нашим, высшим, запретили выезд туда и иметь виллы там, да и бог с ними. Я что-то не припомню, что я... Как это? Ну... Мы за своих. Мы за своих не вопрос. Я говорю, что давайте запретим Ангеле Меркель покупать квартиру в Воронеже, а Бараку Обаме отдыхать на курортах Краснодарского края. Что он себе позволяет в конце-то концов. Ну, что-то... И счета в Сбербанке пусть не открывают по нашим высоким... И еще в Газпромбанке, в ВТБ, в ЭБИ и так далее. Однозначно. Ростельхозбанке. Я не знаю, почему Госдума до сих пор вот это были бы, как говорится, зеркальные так называемые санкции. Позиционные. Позиционные, да. Мы же что сделали? Мы... Не мы, а наши правители собрали все коды ТНВД и сказали, а вот теперь все вот эти товары не будут пересекать границу. Расчет был, на мой взгляд, не просто ошибочный, а дешевый. Что сейчас там Пшек, который выращивал яблоко и которого стопорнул, действительно ему сильно по морде дала эта вся история. Ну, по причине того, что ты что-то поставляешь, ты под это делал... Ты имеешь в виду итальянцев, поляков? Вот он поставлял яблочко. Вот у него шло там, условно говоря, 20 фур. И вот они встали тут на границе. Безусловно, когда разрыв контрактов, причем вот так одним днем, указом 7-8, как мы уже с тобой обсидели, безусловно, рынок сбыта, когда закрыт, надо куда-то теперь это все распихивать. Расчет наших был такой, типа сейчас он вывалит все перед Европарламентом и виллами пойдет свергать этих чиновников. Ну, греки-то вываливали же. Вспомни. Вываливали. Кадры-то у нас были. Я тебе больше скажу. В то время, как финны и датчане, помнишь, снизили в 2-3 раза. И вспомню публикации. У меня теща поехала в Финляндию специально из Питера скупаться. Спасибо, Владимир Владимирович. И там были заголовки в датских газетах. Спасибо Путину за низкие... Что-то скидки от Владимира Путина. Да, скидки от Владимира Путина. Естественно, когда сейчас... Извините, вы сейчас все крепко за стулья держите. Цена парной свинины сегодня, сейчас в Польше 120 рублей. 120 рублей. Все. Потому что, еще раз говорю, произошло перепроизводство. Так вот, я заканчиваю. Значит, вот это расчет на логику, что сейчас пойдут вилами сваливать Брюссель, не пойдут. Логика производителя там очень простая. Он дотационный во многих вещах. Все, что он сделал, вывалить. Да-да-да, вывалил. И даже Гуана бросил под этот там Европарламент. Только он пришел и сказал, значит, это так, парни. Значит, вот ваши там разборки мне по барабану. Вы там, вот вы там с нашей стороны, вот там вот весь Кремль вместе взятый. Мне пофигу. Вы деньги на базу пришлите за товар. И идите лесом все. Потому что он адекватный человек. Он понимает, что вот этот Иванов там... Петров и Сидоров. Да, ну там какой-то Гус какой-нибудь против какого-нибудь там Джона другого ему по барабану фамилия поменяется. Будет такой же еврочиновник, который такой же придурок. Какая разница? Чего его валить-то? Чтобы отменили санкции против чиновников? Да, в общем-то, как меня не касались вывозы чиновников и виллы их, так и, в общем-то, этому Пшеку, который производит яблочки, ему тоже было это все по барабану, мягко говоря. Они вообще об этом знать не знали, видеть не видели. А вот когда, извините, его в карман вцепились, он сказал, ребят, разбирайте, деньги только пришли. Давай вернемся в Россию. В нашество. Хотя мы, собственно, о России все это время и говорим. В минувшем году был великолеп... Мне рассказывают. Я-то, знаешь, еще пока не приобрел датчику в Подмосковье, денег не хватает. Был великолепный урожай яблок. То есть Россия утопала в буквальном смысле в яблоках. Вроде как и картопля у нас, да, неплохо растет. И, в общем-то, ее можно... Да и другие там овощи, может быть, с фруктами проблемки. Но, тем не менее, что-то у нас есть. Вот, Дим, объясни мне на пальцах, так вот почему это до нас не добегает? А вот теперь, собственно говоря. На самом деле, вот люди мне там из той же Калуги пишут, из вот этих близлежащих к Московской области областей. Говорят, ребят, да у нас тут завались, забирайте. Не вопрос. Но ни Москва, ни Петербург, ни города-миллионники этого ничего не видят. Никто забирает. Значит, милые мои хорошие, значит, товаропроводящая цепочка, это, извините, там, базисная экономика, вот ясли уже. Она не состоит из мифологического производителя, мифологического ритейлера. Она минимум всегда, при Иване Грозном, при, там, Ахмадиньжаде Тиране, при каком-нибудь условном демократии, каком-нибудь Клинтоне, упаси Господь, и даже при всех наших, у Константина Устиновича Черненко, будет состоять из семи, извиня, производство, переработка, упаковка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика и ритейл. Так было, есть и будет. Есть и будет. Причем еще даже транспортная логистика, там, логистика будет возникать еще несколько раз. Но это минимальное количество звеньев. Как происходит у их за рубежом? Во-первых, в строках, милые мои хорошие, для того, чтобы их, их фермер, это наше сельхозпредприятие, причем очень крупное, и такое стоящее, их стандарт по огурцам, вот я к Никно очень помню, мы же огурцы тоже выращиваем, он до пупырышков, до изгибов. И поэтому все, что выращено у нас, по любому стандарту, было бы признано не просто не кондицией, а вообще ничто. Поэтому надо понимать, что товарное производство и яблочко с сада, которое от мала до велика, с червячками, с листочками и далее везде, вы, милые мои хорошие, вы забываете себя в магазинах. Когда вы приходите, даже приходите на рынок, почему-то вы идете к рядам, почему-то, нигде развалом лежит от мала до велика яблоко, а идете к тем же азербайджанцам, у которых яблочко одно к одному выставлено. Когда вы приходите в магазин, вы почему-то берете мандаринчики, не просто от, там, условно говоря, двух сантиметров до пяти, а мандарины разные, а почему-то они калиброванные и еще лежат как-то по-особенному. Так вот я могу сказать, милые мои хорошие, товарное производство это профессиональная услуга. Как это организовано за рубежом? Значит, там тоже достаточное количество так называемых подсобных хозяйств. Да, они крупнее, но... С обороткой и так далее. С обороткой и со всеми делами. Значит, там построены логистические хабы, прием, ну, по сути дела, наши плодовочные базы, где фермер, это все там специально разбросано в 200-километровой зоне, чтобы логистическое плечо было, куда ты можешь привезти свой товар и сдать, но в соответствии с жесточайшими, я подчеркну это слово, с жесточайшими стандартами. И тогда вот этот логистический хаб, с ним работает уже розница, неважно, большая, малая палатка дяди Гоги, потому что получается товарное выражение. И поэтому то же самое и с картошкой, и со всем остальным. Это все товарное производство. И никогда частное подсобное хозяйство не заменит. И до тех пор, пока будет возгласы, что типа приезжайте к нам, хочется сказать, простите, а кто будет вот это делать, вот все, что я переименовал, упомянул? Вы всего лишь произвели... Подожди, но как выстроить? Вот у нас все-таки антикризисная программа. Вот как выстроить-то этот сумочек? Пойми правильно. Все наши чиновники, все предприниматели это все знают. Во всех странах мира, в Польше, это задача государственной машины, которая вкладывает... Не бином, не тон. Абсолютно. Не открытие Америки Колумба. Абсолютно. То бишь, еще раз говорю, там ставится переработка, то есть либо выжимается сок из этого яблока, если оно не товарное. Если оно товарное... Кстати, Польша сейчас завалена соком. Абсолютно верно, потому что мы... Они жжали по полной программе этот год. Да, они даже... Они не просто потому что... Они даже товарное яблоко были вынуждены... В чем по их потере? Они были вынуждены товарное яблоко пустить на сок. Поэтому это не очень по биному Ньютона. Строятся вот эти хабы, переработка, о которой я чуть выше сказал, что у нас 80% переработки. Подожди, эти хабы, это же отдельный бизнес получается. Это отдельный. Принципиально... Это не ритейл и не производство. Это отдельный сервисный бизнес. Переработка. Вот это та самая. А кто тогда должен создать? Почему тогда предприниматели не пойдут в эту... А потому что это бизнес с длинными очень инвестициями. С крайне длинными. То бишь это не 3, не 5 лет. Ну а про инвестиции, собственно говоря, беспокойность бизнеса, она, в общем-то, определена теми руководящими... Директивами. Партии и правительства, которые делаются. Я, безусловно, как говорится, вот у нас в Писании говорят, по плодам судите, а я говорю, по делам судите. Не надо слушать чего-то. Я привожу 4 прошлогодних указа. Первый указ. Возбуждение уголовных дел любым ментом без акта по налоговому преступлению, без акта налоговой проверки. Человек, который ничего не понимает в налогах, имеет право возбудить против любого предпринимателя. Раз. Я возмущался, орал, но господин президент все подписал. Все нормально. Поэтому вот... Но потом же на каком-нибудь форуме было сказано, поддержим там отечественную сельхозпроизводители или вообще предпринимательство. Больше, Дим, вспомни послание. Я всегда теперь цитирую. Ежегодное послание господина президента. Он пролетел в тот день со своими словами, и они даже в Кремле поняли, что пролетели мимо. На следующий день встречается господин президент у нас с омбудсменами, то есть уполномоченными по правам разных групп. И знаешь, что было сказано? Свобода... Подожди, господин Потапенко, я тебе сейчас процитирую. Свобода предпринимательства что-нибудь такое. У меня же есть цитата прямо от Владимира Владимировича. Смотри. Президент Путин заявил, что выбор в пользу свободы бизнеса это главный сигнал послания федеральному собранию. Послание было посвящено главным образом развитию экономики. Главный сигнал заключается в том, что в современных условиях мы делаем выбор не в сторону дополнительного и часто неэффективного регулирования, хотя оно, безусловно, нужно. Тут же оговорится Владимир Владимирович. Но он всегда оговоривается. Но главный выбор, заключает президент, это, безусловно, свобода предпринимательства. Конец цитаты по интерфаксу из высказывания господина президента. Подожди, он не соврал же, между прочим. Не соврал? Нет. Когда ты выйдешь на свободу... А когда к тебе прокуратура приходит, это тоже исполнение его послания? Абсолютно. Когда ты выйдешь на свободу, ты будешь в свободе. То есть он не соврал ни... Это первый был указ. Второй указ, извините. У нас все имущество приведено к кадастровой стоимости. Кадастровой стоимости была небалансовой. И на это увеличили налоги. Соответственно, бизнес просто попал на эти деньги. Абсолютно. Смотри, я буду иллюстрировать прям каждое твое слово. Вчера в Фейсбуке получаю от Романа Кулика послание из Мурманской области. Дим, цитирую очень быстро. Юрий, вы бы знали, что творится на местах, волосы шевелятся. У нас в Мурманске, например, местные и городские власти подняли аренду на землю с 2015 года в 10-60 раз. Дим, я тебе цитирую. Я понимаю. И он приводит этот документ. То есть все есть. Как говорят в таких случаях, в редакции все есть документы. С 2016 года еще в два раза дороже. То есть к тому, что было в 2015, в 60 раз. Еще в два раза в 2016. Оттрицающий. Пример ниже. То есть он не приводит конкретно по своему объекту, но он, по-другому, такой же, как и ты, барыга и спекулянт. Ну, естественно. Это еще называется предпринимательство. Это кадастровая стоимость. Теперь любимый наш торговый сбор. Ты просто открыл предприятие, не важно, палатку, там, торговый центр. И тебе тут же ты обязан заплатить. Ты еще ничего не сделал. Ты только открыл. Вот это. И еще социальные налоги. Милые мои хорошие. И пятое, я добавлю, это есть базис. Он есть только в Российском налоговом кодексе. Ни в одной стране мира, я подчеркну это слово, сколько бы 300 раз не произносили про инвестклимат, ни в одной стране мира не обкладываются налогами инвестиции. Во всех странах мира вложил 100 тысяч долларов, пока ты их себе, старнируя или, грубо говоря, вычитая налоги, не вернешь, ты не платишь налогов. Вообще абсолютно ноль. Вообще у нас, попробуй хоть раз сдать баланс минусовой. Когда камеральная проверка, это как минимум, что у тебя будет. А реально, тебе предприятия закроют по указанию налоговой инспекции. Поэтому, что мы обсуждаем? Так еще и уголовка могут зависеть. Уголовка даже не обсуждается. 190, 199, 198 просто это статья. Уже и налоговая не нужна. И налоговая. И для этого никого, никто не нужен. Поэтому, собственно говоря, вот есть он базис. Он зашит в налоговом кодексе. Поэтому, когда мы рассказываем предпринимательство, предприниматель это математическая погрешность в экономике России. Не надо морочить голову. Не надо. Я еще раз говорю, вот эти все призывы. Я еще раз говорю, если бы честно сказали, ребят, все должны работать в управах. По крайней мере, это было бы честно. И закрыли бы все эти палатки. И оставили бы там, сделали Росторг, Росресторан. И успокоились. Хорошо, так во власти есть сторонники этой модели? Есть. Я, правда, не устаю напоминать про так называемый остров свободы, где все по талонам. И богатейшую страну мира, Венесуэлу. Которая в прошлом году на 114 миллиардов продала долларов. А простите, потереть-то нечем. Юрочка, а ты помнишь, что... Пятую точку, за туалетной бумагой надо в очередях стоять. Юр, а Венесуэле, нет, это ерунда. Ты, наверное, новость пропустил. В Венесуэле по паспорту сейчас можно... Два раза в неделю? Магазин можно... Так что, в общем, в целом-то, товарищ... Вектор нам определил. Вектор, правильно, я считаю. Товарищи, готовьте паспорта и будем приходить в магазины два раза в неделю в Росторг. Зато цены будут низкие, но, правда, придется поставить в очередях. Я, честно говоря, я... Так и не факт, что там будет ассортимент. Юрочка, пойми правильно. Я, к сожалению, так получилось на пятом и на пятом десятке. Я помню, когда я ходил за курицей при развитом социализме и должен был выбирать курицу, находить так называемую венгерскую курицу, потому что наша была синяя. Дим, а я помню, как мы с мамой стояли в очереди в ЦУМе здесь, да? Учередь начиналась на первом этаже, а заканчивалась на четвертом, чтобы купить два флакона шампуня. Замечательно. А телевизор... А вот я, например, я скажу, пять лет стоял в очереди. Но ты же понимаешь, что есть масса людей в нашей с вами стране, в нашей с тобой соотечественнике, которые поддерживают их. А я считаю, что, еще раз говорю, Юра, надо... Задушить всех барыг и спекулянтов. Пойми правильно, я считаю, что... А еще и тех, кто не патриоты. Ситуация должна стабилизироваться. А стабилизироваться она должна... То есть любая система должна прийти к точке минимальной энтропии. То есть эти люди должны задушить предпринимателей, потому что только тогда, когда второй пойдет виток, это единственный вариант, чем дольше мы удерживаем страну от скатывания в эту энтропию, тем хуже же для нас. Поэтому к чертовой матери всех предпринимателей передушить, а всем в управы и за телевизором два года стоять. Это Дмитрий Потапенко, антикризисный проект «Что делать под серебряным дождем». Вы слушаете специальный антикризисный проект Юрия Пронько «Что делать?» 10 часов 50... Как это 10 часов? У нас на одних часах 10 часов 55 минут, а на других 11.55, где мы подтвердим. Да, это точно. Вот она, раскорреляция произошла у нас. Дмитрий Потапенко у нас сегодня в антикризисном проекте «Что делать под серебряным дождем?» И вот тут меня забросали репликами. Александр пишет, Юрий, ваш программ называется «Что делать?», а не «Как все плохо?». Расскажите, что делать-то?». И тут же еще одно сообщение. Я вас слушаю, волосы медленно дыбом встают. Я так и не поняла. Исходя из всего вышесказанного «Что делать?», за веревкой бежать с мылом, ну и так далее. Вот, господа, во-первых, мы не даем рецепты. Мы пытаемся, а, обозначить существующие проблемы, б, да, смоделировать варианты. И мы говорили, и мы уже моделировали. И мы говорили, когда господин Потапенко говорит, всем в управы, в префекты, в мэры, перы и так далее, может быть, он говорит это с сарказмом, но вы не понимаете, о чем идет речь? Дим, так что делать? Значит, первое. В моем понимании, гражданин должен осознать, строительство государства российского – это его ответственность. После работы он обязан вспомнить, кто его депутат, смотреть внимательно за теми законами и писать бумаги, извините, да. Власть работает погано, но это ты обязан делать. Делать теми средствами и возможностями, которые… Власть надо пинать. Власть надо пинать, причем я подчеркну, это не власть вы пинаете, вы пинаете менеджера, который должен исполнять функции. Не нравится там предпринимательская история, делайте это. И помните, что предприниматель – это все уже человек, который вас обслуживает. Это не какой-то мифологический капиталист. Это первое, базовое. 90% это надо сделать. Второе. Если вы, как говорится, расслабились, то только получать удовольствие. Если вы работаете в бюджетной сфере, ну, значит, вы должны изменять систему, вы должны помнить, что… И делать это люди, которые приходят к вам на обслуживание, у них, к сожалению, нет вариантов. Вот основная проблема нашей системы в том, что она безальтернативна. Будьте людьми, обслуживайте их быстро, вежливо, без обедов, если нужно, круглосуточно. Никакого криминала в этом нет. Почему-то предприниматели это делают, а почему это не делает бюджетная сфера, это очень странно для меня. Неудивительно, что Россия, кстати, сегодня стала известна, опустилась на 143-е место в рейтинге свободных экономик мира. Но вообще, на самом деле, вот даже это словосочетание, да, в рейтинге свободных экономик мира для нас это звучит как издевательство, самое настоящее. И тем не менее, подняться в рейтинге не позволило ухудшение положения защиты прав собственности в стране и рост присутствия государства в экономике. То, о чем мы сегодня на протяжении этого часа и говорили. Дим, ну вот с точки зрения бизнеса, с точки зрения тех, кто имеет уже дело, да, свои активы, с точки зрения тех, кто даже вот в это суматошное время пытается что-то запустить. Ведь мы же того знаем таких ребят, да, которые... Да, и мы запускаем. Да, вот на чем бы ты основывал будущность, что называется, вот именно антикризисный маневр? Я, мягко говоря, не очень понимаю, а что дергаться-то? Ну да, мы понимаем, что есть теория стационарного бандита, кстати, это абсолютно... Теория стационарного бандита? Да, это реально теория стационарного бандита разработанного... Ты второй человек, от которого я слышу. Это экономическая теория, разработанная американским экономистом, и она воплощается нашими государевыми мужами до запятой. Это наша страна. Так уж получилось, да, большая часть народонаселения пассивно и отдала эту страну при нашем зачастую молчаливом согласии бандитам, стационарным бандитам. Но при этом это не означает, что ты не можешь сделать для себя, для своей семьи, для своего ближнего круга, для своих клиентов многое, что... То, что мы делаем каждый день, ежедневно, несмотря на все кризисы, несмотря на все... То, что мне там приписывают пессимизм. Я всегда задаю вопрос в предпринимательском сообществе. Милый, я, предположим, пессимист. Сколько вы лично открыли заведение общепита ритейла производства в прошлом году? Будучи оптимистами. Будучи оптимистами. Сколько вы в день обслуживаете покупателей? Я обслуживаю в день миллион. Вот это мой вклад в строительство государства российского. Я делаю это ежедневно. Делаю не всегда хорошо. Мне самому это зачастую не нравится. Но люди деньгами мне, собственно говоря, платят. И ногами. Их туда никто не принуждает. Я работаю в условиях конкуренции, и я это умею делать. Спасибо тебе огромное. Мне было вновь приятно с тобой пообщаться. Это часа. Дмитрий Потапенко. Антикризисный проект радиостанции «Серебряный дождь». Что делать по будням с 11 до 12 часов.